ТРАССА 101 Приветствую в эфире ТРАССА 101. Владимир Сметанин не нарушает. Почти. В России утвержден ГОСТ для электрических самокатов, моноколес и других средств индивидуальной мобильности. Он будет актуален для отечественных, а также зарубежных производителей. В документе говорится, что такой транспорт должен иметь ограничение максимальной скорости на уровне 25 км в час. Обязательно и наличие пешеходного режима с предельной скоростью 8 км в час. В других разделах упоминается о зарядке батарей, комплектации, пожарной безопасности и других аспектах. ТРАССА 101 В Госдуму внесен правительственный законопроект о корректировке сроков давности, в том числе по нарушениям ПДД. Если сейчас речь идет о двух месяцах, трех, если дело рассматривается судом, то в новой редакции будут фигурировать 60 или 90 суток соответственно. Объясняется это стремлением уйти от привязки момента нарушения к определенному месяцу. Кроме того, исчисление срока давности будет начинаться со дня совершения проступка. ТРАССА 101 Британские специалисты составили топ-10 автомобильных марок в зависимости от их надежности. При распределении мест учитывались количество поломок за определенный промежуток времени и стоимость ремонта. В тройку наиболее проблемных моделей вошли Jaguar, Land Rover и Porsche. Самыми надежными признаны Mitsubishi, Volvo и Voxhall. Немецкие бренды BMW, Audi, Mercedes-Benz оказались в середине рейтинга. Исследование проводилось среди авто не старше 10 лет. ТРАССА 101 Калининградское предприятие «Автотор», на котором ранее выпускались модели Hyundai, Kia и BMW, возобновило работу. Теперь там делают машины китайских брендов. Каких именно, пока не уточняется. Уже до нового года завод должен изготовить полторы-две тысячи авто. План на следующий год не менее 50 тысяч. Как сообщалось несколько месяцев назад, «Автотор» вел переговоры о начале производства китайского седана Baik D50U5. На родине он комплектуется бензиновым либо электрическим мотором. ТРАССА 101 Параллельный импорт позволил ввозить в нашу страну и кроссовер Ford Escape 2022 года выпуска. Продавцы просят за него порядка трех с половиной миллионов рублей. Окончательная цифра формируется в день заключения сделки и зависит от курса валют. Интересно, что в США базовая версия Escape обойдется в два раза дешевле. Для автомобиля характерна широкая линейка двигателей. Это и бензиновые агрегаты разной мощности, и гибридные моторы. На этом все. Подписывайтесь на наш телеграм-канал ТРАССА 101. До свидания. ТРАССА 101 Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Кулакова